Будем разбираться. Вторую неделю комната работает, ну просто изряд вон плохо, меня выкидывает постоянно из комнаты. Вот, и соответственно, очень грузится плохо, и так сказать. Так, и все-таки. Так, так, как здесь попасть? Ну все. Друзья, приветствую вас уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Вот, то есть вы посмотрели сейчас интервью с президентом Академии наук Крыма. Вот, с ними активно ведется работа нашими партнерами. Григорий Мершниченко очень активно работает в Крыму. Еще ряд наших партнеров. И все это привозит к таким серьезным результатам. Видите, что когда люди именно уже не, просто так не назвать, что это не эксперты, нельзя назвать, что это какие-то просто не умеющие принимать решения люди. Вот, не умеющие анализировать. То есть это говорит о том, что проект Skyway уже заслуживает самого пристального внимания с точки зрения уже именно экспертной и уже, скажем так, элиты с точки зрения науки. А сейчас все больше и больше людей, которые уже действительно рассматривают проект как именно практическое применение. Бизнес это с точки зрения новых бизнес-проектов. Чиновники, которых можно действительно назвать чиновниками. Как вы помните, прошлой зимой, когда мы некоторые вещи анализировали, я всегда говорил, что многих сегодня, кто называет себя чиновниками, чиновник это от слова чин, я бы таким, ну скажем, словом бы не назвал. Это больше, наверное, бизнесмены от должностей, но в простонародье просто говорят жулики, которые делят бюджеты, народные деньги и называют себя слугами государства. Так вот, не даже, а среди этих деятелей встречаются действительно чиновники. Один такой чиновник, действительно, о котором я всегда говорю с уважением и всегда буду относиться с уважением, это Александр Иванович Лебедь, который слышал первый раз о проекте, увидел в нем перспективу, активно поддержал, продвигал этот проект. Проект даже о нем рассказывал президенту, тогда только вступающему в должность Путину, но, к сожалению, он не очень долго смог продвигать и быть участвовать в проекте. Вот, он очень рано сошел, но, тем не менее, для проекта Александр Иванович сделал очень немало и с точки зрения авторитета я долго не мог никого поставить даже рядом с ним, то есть это люди, которые действительно честно хотят служить, которые действительно хотят добиться результата, а не решают какие-то другие только им известные цели. И вот сейчас я однозначно могу сказать, что Сергей Иванович Морозов, это губернатор Ульяновской области, это действительно тот человек, который достойно может стать рядом с Александром Ивановичем, который действительно поддерживает проект, который действительно радеет за свой регион, который не побоялся именно скептиков. И в 2009 году на государственном совете, посвященному именно развитию транспортной отрасли, который проходил в Ульяновске, который возглавлял и проводил тогда президент, на тот момент Медведев, вот там участвовал и Иванов, и Левитин, министр транспорта, еще много чиновников высочайшего ранга. Вот, соответственно, он сделал и после этого и скептически к нему относились, и даже были определенные проблемы у Сергея Ивановича, потому что после этого была странная реакция у российских властей, что непонятные люди по непонятным причинам полигон в озерах, который до этого строился и стоял почти 10 лет, был уничтожен. Так вот, когда мы опять же тоже случайно встретились с Сергеем Ивановичем на выставке «Транспорт России» в 2016 году, в декабре, и мы ему показали, что сделано, как это развивается, он настолько искренне обрадовался, что это развивается, это делается. Он говорит, а вот теперь многие, кто считал меня сумасшедшим, скептики и так далее, вот теперь они должны ответить за свои слова, за свои действия, которые они мешали развитию вот этого проекта. И сейчас идет уже активная практическая работа, согласовывается с приездом Сергея Ивановича в Марьину Горку, согласуются адресные проекты. Он на Гайдаровском форуме, то есть это буквально неделю или не 10 назад в Москве, сам заявил, и мы узнали только из средств массовой информации, о том, что он рассматривает уже ряд проектов, в частности связь аэропорта с центром города, еще ряд проектов прохождения препятствий именно большой протяженностью через реку. Соответственно, это говорит о том, что о проекте он помнит, он серьезно к нему относится, и где-то конец февраля, начало марта готовится приезд Сергея Ивановича Морозова. Это вот как раз тот чиновник, который действительно такого уровня продвигает, делает и верит в проект. И уже это не один и не два года, а довольно-таки продолжительный период. То есть такие союзники, такие соратники у нас, к счастью, тоже есть, их появляется все больше и больше. К сожалению, большей частью это сейчас чиновники и бизнесмены, и политики не России, не Белоруссии. То есть мы все с вами были свидетелями, активно следили, поддерживали, когда Антон Иванович Юницкий с Виктором Бабуриным ездили в Индию, встречались с министром транспорта. И тоже результат тоже очень интересный, когда Юницкий сам говорил, что я даже не ожидал, что разговор с министром транспорта может не только быть о Skyway и о транспортной системе, но и о его более глобальных задачах, о решении его экологической, именно назначении о том, что он может изменить всю экологическую ситуацию России. О том, что эту технологию называется не экогенная технология, а, извините, не техногенная, а экогенная. То есть это технология, которая не ухудшает, а улучшает окружающий мир, которые даже те проблемы, которые дал нам транспорт и технологии четвертого технологического уклада, то есть предыдущие этапы развития, которые сегодня загадили планету таким образом и продолжают ее загадивать, выкидывая миллиарды тонн сжигаемых отходов от нефтепродуктов, проводя сегодня эту варварскую фактически сегодня освоение нефтегаза и переработку ее нефтегаз. И фактически мы гадим ту планету, на которой живем, и она все более и более становится тяжелой для проживания. И, соответственно, утверждение экологов, и Юницкий постоянно об этом повторяет, что 3-4 поколения и может быть пройдена точка невозврата, когда восстановить природу будет невозможно. И при этом в его же, соответственно, монографии, которой уже более 20 лет, когда описывается космическая система, то есть когда можно груз поводить на орбиту дешевле, чем перемещать по Земле, соответственно, это делается для того, чтобы все тяжелое производство, производство, которое вредит экологии, можно вынести за пределы атмосферы, чтобы химию, нефтехимию, синтез, плавку металлов, электролиз можно было проводить с энергетикой, которая находится за пределами атмосферы и не загрязнять атмосферу. Соответственно, там есть описание, когда, выводя на орбиту, соответственно, определенную, делая определенную работу и грузы, можно при этом еще и лечить озоновый слой, очищать атмосферу, то есть эта технология, действительно, которая выполняет транспортные функции, может еще решать те проблемы, которые мы сегодня накопили. И мне вот тоже на предыдущем вебинаре задают вопрос, а зачем выходить в космос, а зачем нам производство сегодня вредное делать на орбите, но, друзья, только для того, чтобы планету сделать чистой, для того, чтобы ее сделать экологически привлекательной, чтобы это был действительно наш зеленый дом, а все, что помогает жить, но мешает с точки зрения экологии, надо выносить за пределы атмосферы. И вот эти орбитальные заводы, орбитальные комплексы, это тот следующий шаг развития, который будет за развитием транснета. Но так же, как транснет не мог быть возможным, пока не развивался с интернет, так же сегодня, как только транснет будет активно уже идти и станет осязаемым и доступным для каждого жителя Земли, тогда же пойдет уже следующий этап развития, это полное очищение планеты и все вредное производство в космос. Соответственно, сегодня, друзья, когда характеризуем технологии, это тоже один из вопросов, от чем вы отличаетесь, ну, допустим, от монорельса или поезда на магнитном подвесе или от авиации, то всегда сейчас рождается уже вопрос на вопрос. Друзья, вы можете себе представить транспортное средство, которое перевозит пассажиров, перевозит грузы, и при этом не то, что не потребляет углеводородное топливо, которое еще вырабатывает энергию потребителям, которые и пользуются этим транспортом, и находятся вокруг. Сразу можно сказать, такого транспортного средства не существует. А Skyway, именно то, что сегодня создает инженерная школа Skyway, это та система, которая, используя сегодня научные разработки в области ветровых генераторов, это ветровые турбины, солнечных батарей, сегодня тепловых насосов, есть еще целый ряд сегодня работы с энергетикой, которая позволяет все это замыкать в единую систему, и сегодня уже позволяет утверждать, что Skyway будет перевозить пассажиров и грузов, при этом не потреблять углеводородное топливо, а работать только на возобновляемых источниках экологически чистых, и та энергия, которая будет вырабатываться системой, ее будет достаточно и перевозить пассажиры грузы, и при этом еще обеспечивать потребителей. Это новое абсолютно, друзья, утверждение, это абсолютно новый такой сегодня подход к транспорту, который невозможен в той системе, в которой мы работаем, но здесь у нас есть соратники, у нас есть подвижники, мы не одиноки в этом направлении, то есть Илон Маск еще в июле прошлого года заявил о том, что он создает завод на 100 миллионов комплектов, который позволит через 10 лет все домохозяйства на земле сделать автономными от проводной электроэнергетики, то есть то, что накопление за счет энергии ветра, энергии солнца, именно программа Powerwall, то есть это накопление энергии в стене, соответственно, позволит это утверждать. Мы сразу же до этого, хотя мы это давно уже утверждали, давно говорили, Тюницкий постоянно с первой моей встречи с ним, он тогда еще произнес такой термин, что трасса, которая пройдет через всю Россию от Владивостока до Санкт-Петербурга, потом будет продлина до Лондона, это будет единый парус, и ветровые энергии, которые проходят через, соответственно, этот парус, ее будет достаточно, чтобы обеспечить всю трассу электроэнергии. На сегодняшний момент технология, которая позволяет снимать энергию ветра, настолько усовершенствовалась, что интегрированная в систему SkyWay, то есть фактически каждая опора у нас будет ветрогенератором, она позволит вырабатывать такое количество электроэнергии, что для внутренних потреблений самой системы надо будет не больше 20%. И вместе с тем, что говорит Илон Маск, это позволяет сегодня утверждать, что мы вплотную подошли к цивилизационному развитию, когда бытовая энергетика, то есть домохозяйство и транспорт для перемещения на любые расстояния с любыми скоростями не будет требовать углеводородного топлива, углеводородного сырения, невозобновляемых источников. Поэтому это, друзья, новый сейчас этап. Конечно, что два года назад, если бы мы говорили, то мы бы сразу были врагами Газпрома и Роснефти, вот они бы сразу нас объявили сегодня, соответственно, врагами России. Но на сегодняшний момент, когда по всем каналам российского телевидения идут экологические передачи, мы скинем ссылки, которые про ренты на прошлой неделе, прошло 2 или 3 очень серьезных репортажа о том, что такое нефть, что такое газ, как она добывается, как это портит экологию, как это убивает природу. Соответственно, все направления связаны с экологической возобновляемой энергетикой. И здесь, друзья, мы тоже не пионеры в этом направлении. Достаточно сказать, и Алексей скинет вам, наверное, сейчас ссылку, что уже сегодня, друзья, вдумайтесь в эту фразу и в это утверждение, уже сегодня весь пассажирский транспорт Голландии работает на возобновляемых ветровых генераторах. Ну, возобновляемая энергия вырабатываем с помощью ветровых генераторов. Уже сегодня, а это, друзья, еще, ну, как мы их называем, старые технологические школы ветрогенераторы, крайне неэффективные, это еще крайне неэффективная транспортная система, но позволяющая уже сегодня. И вот поэтому то, что мы сегодня делаем электромобильные второго уровня, это как раз то, что сегодня выводит, ну, вообще всю транспортную индустрию, всю транспортную отрасль абсолютно на новый уровень. И вот мы сейчас подготовили очень серьезнейшую такую научную статью под руководством, именно научным руководством инженера Юницкого. Там есть целый ряд авторских коллективов, туда входят и Евгений Петров, и Виктор Бабурин, и Алексей Суходоев. Соответственно, там сделано несколько ряд очень важных утверждений с точки зрения именно сегодня транспортной концепции. Так вот, первое утверждение, которое сегодня всех транспортников вводит в шок, это о том, что в ближайшее время транспортная отрасль будет самоокупаемая и высокодоходным бизнесом. Для них это шок, друзья, потому что сегодня ни в одной стране мира транспортная отрасль не может быть доходной. То есть есть отдельные узлы, которые отдали бизнесу на развитие, там, как авиация, допустим, изготовление, эксплуатация авиации, но общая эксплуатация, хозяйство аэропортов, это все находится на дотации. Автомобильная отрасль, друзья, все дороги всего мира содержатся за счет государства. Она не может быть доходной. То есть автомобильная промышленность, да, то есть она удана частному бизнесу и производятся автомобили, это отдельно. Но общая концепция, как система, она не может быть прибыльной. То же самое с железной дорогой, то же самое сегодня с оптиковолокном и с передачей электроэнергии. Это все, друзья, всегда датируется государством. Сегодня утверждение Skyway о том, что транспортная индустрия станет не просто неубыточной или бездотационной, а сверхдоходной, именно исходит из того, что новые технологии позволяют дешево строить, дешево эксплуатировать и, соответственно, дешево перевозить товары и грузы. Это позволяет сделать только новые технологии. И по аналогии точно так же, как проводная связь, которая была очень дорогой и тоже всегда датировалась государством, не могла быть бизнесом. Сегодня мобильная связь, мобильный интернет, это все высокодоходные частные компании, которые приносят очень существенную прибыль, потому что миллиарды потребителей и очень низкая дешевизна изготовления составных частей и оборудования позволяет это сделать. Так вот, утверждение о том, что транспортная отрасль становится прибыльной, как бы это сегодня для нас, друзья, кто уже в проекте Skyway не звучало, это сегодня первое, что вводит в шок сегодня всех транспортных. Второе, как я уже сказал, о том, что транспортная система не будет потреблять энергию, а будет ее вырабатывать. Еще очень важным направлением является, что сегодня туда, куда приходит Skyway, это сразу комплексное освоение территории. И конкретно для России мы дали такое предложение, что с использованием технологии можно в десяток раз увеличить ВВП России сегодня. И это уже технологически готово. И осталось время только за сегодня политиками, которые осознают, сделают и будут принимать решения. Skyway и инженерная школа сегодня абсолютно к этому готовы. Еще одно очень интересное, друзья, утверждение, которое сегодня также, ну, в этой статье мы описали, а сегодня мы это начинаем декларировать и делать, и это не может сделать сегодня ни одно направление, ни одна технологическая школа, и даже крупные технологические концерны не могут даже заикнуться на эту тему. Это все, что связано с концепцией мобильности 4.0. Значит, кто первый раз слышит этот термин, я вам могу, соответственно, пояснить, что такое мобильность 4.0. Ну, это идет из аналогии с версиями операционных систем, которые также шли 1, 2, 3, 4, 5. Вот, то есть это поколение, чтобы дальше было 4.1, 4.2. А для нашего с вами обычного, обыденного понимания надо понимать, что такое мобильность, друзья, 0.0. 0.0. Это первобытный строй, когда люди ходили просто пешком, и, соответственно, все перемещение было только на своих ногах. Это мобильность 0.0. Соответственно, использовали естественное перемещение с помощью лодок, плавали на этих самых, на досках выдолбленных там. Потом стали использовать движение ветра. Это вот все, что связано с мобильностью 0.0. То есть, естественное природное... Второй, как мы называем уже, мобильность 1.0. Это когда появилась лошадь, появилось колесо, телега. И то, что естественным образом на естественных продуктах стало развиваться. Это мобильность 1.0. Соответственно, дальше мобильность 2.0. Это когда появился сначала железный дороги, а потом двигатель внутреннего сгорания. И мы сегодня с вами являемся свидетелями, как в пятом технологическом укладе, если говорить языком укладов и технологического деления. Пользуемся сегодняшними современными автомобилями, паровозами, пароходами, электромобилями, самолетами. Это все мобильность 3.0. Но постепенно, по мере развития электроники, помимо развития интеллектуальных систем, сегодня идут постоянные решения о том, как автомобили сегодня, самолеты напичкать электроникой и передать часть функций, которые лежат на человека, с помощью электроники, увеличительных устройств, уже именно роботам. И это идет в самолетостроение. Это в первую очередь, то есть это автопилоты, это автоматический систем посадки, это система безопасности, предупреждения. Все, когда ряд функций выполняет роботы. Но это очень дорого для самолетов. На каждую машину автопилота и робот поставить очень тяжело. Но, тем не менее, элементы интеллектуальных систем в автомобили все входят. И не единственное, а две цели, которые они преследуют. Первое, это безопасность на дорогах, о том, чтобы меньше гибло людей и было аварий. И для этого направлена и система датчиков, и спутниковое слежение, и взаимодействие между машинами, между службами. И второе направление, это экологичность, чтобы двигатели меньше сжигали, и, соответственно, при той же выполненной работе меньше потреблялось топливо. И это вот называется все концепция 4.0, как сделать интеллектуальные системы для того, чтобы решать вот эти две задачи. Но, как говорит инженер Юницкий, и он это четко показывает на расчетах, сделать экологический электромобиль, это глупость, потому что выработать электроэнергию, передать, зарядить аккумулятор, и потом на этом двигаться, это уже по КПД меньше, чем просто сжечь топливо. Это уже тупиковое направление. И второе направление, что нельзя сегодня делать безопасное движение в той же плоскости, в которой находится человек. Единственное решение сегодня 4.0, то есть сделать безопасный, экологичный, это выйти во второй уровень, сделать эстакаду, и по этой эстакаде двигаться. И весь концепт Skyway как раз построен на том, что электромашина второго уровня, соответственно, становится безопасной, робототизированной, и мы, друзья, одним махом, то есть мы единственная сегодня технологией компания, которая решает одновременно все вопросы, связанные с технологичностью 4.0. И более технологичную, экологичную машину, чем Unibus, Unibike и Unilet, сделать на сегодняшний момент невозможно. Все, кто будут пытаться, они обречены на успех. Это, друзья, не голословное утверждение, а это именно техническое утверждение, которое идет из продувок в аэродинамической трубе, из взаимоотношения мотор-колеса, из экологичной, технологичной схемы, которая позволяет сделать наши Unibike и Unibus, соответственно, сегодня недостижимыми для конкурентов, которые идут по другой концепции. И второе, друзья, что очень важно, и я тоже прошу этому уделить внимание, это вопрос, связанный с мобильностью 5.0. То есть мы не просто решили 4.0, мы ввели следующее понятие, мы ввели мобильность 5.0. Соответственно, для всего научного мира, это новый термин, и нам много сегодня задают вопросов, что такое мобильность 5.0, что такое вы новое ввели. Это, друзья, уже чистое такое решение Skyway, это чистая наработка уже и научная разработка инженерной школы Skyway, именно которую возглавляет, как именно научный руководитель, инженер Юницкий. Это концепция мгновенного перемещения. Тоже прошу для себя это очень хорошо понять и сделать, когда вам говорят, чем вы отличаетесь. Так вот, друзья, мы ввели концепцию мгновенного перемещения. Это не телепортация, что вы здесь мгновенно переместились в другое место. Нет, друзья, для того, чтобы сегодня использовать время, который самый главный ресурс, у нас не обязательно мгновенно перемещаться. Сегодня необходимо ввести выполнение нескольких функций одновременно комфортно, когда вы перемещаетесь. И один из таких концептов вы видели, и мы недавно даже очень показали такой, ну, я считаю, впечатляющий ролик с Адрианом Камоц, с его вице-президентом бодибилдинга, который показал, что в нашем юнибайке можно заниматься спортом, можно вырабатывать электроэнергию с помощью велотренажера, аккумулировать ее, соответственно, в накопитель, и за счет этой энергии можно двигаться на юнибайке со скоростью 60 км в час. Более того, интересная цифра такая есть, что когда будет миллиард юнибайков одновременно перемещаться за счет привода, который будет вырабатываться электроэнергию с собственным, кто находится в юнибайке, так вот, чтобы перемещалось такое количество автомобилей, если перевести в электрический эквивалент, должно работать одновременно 47 атомных станций. Друзья, еще раз, 47. А у нас будет перемещаться миллиард человек, перевозиться грузы, и не будет вырабатываться ни единого киловатта. Вся остальная энергия, которая понадобится, чтобы будет двигаться быстрее, чем 150 км в час, будет вырабатываться уже альтернативной, соответственно, экологически чистой энергетикой. Так вот, друзья, наш юнибайк, и Адриан, являясь консультантом и советником генерального конструктора именно по точке зрения Sky Fitness, он сейчас разрабатывает целый комплекс и упражнений, и тренажеров, которые будут стоять в юнибайке, для того, чтобы и заниматься спортом, можно было уже комплексно, то есть комплексно давать физическую нагрузку, и всю энергию, которая вырабатывается, ее, соответственно, через накопитель использовать для движения. Таким образом, каждый человек, друзья, в этом плане становится генератором энергии, и мы сегодня не забиваем себе голову, как пойти на фитнес, выработать и сжечь лишние калории, которые мы сегодня съели за столом, а у нас, друзья, есть альтернатива, это выработать эту электроэнергию, заниматься спортом, своим здоровьем, и, соответственно, на этой же энергии двигаться. Это абсолютно новый, друзья, концепт, который не может не то что предложить, а даже предположить любая другая технология. И, как вы понимаете, что для нас движение – это жизнь, и здесь четко можно утверждать, что мы технология, которая будет оздоравливать человечество, которая будет оздоравливать людей, потому что мы вернемся, мало того, что мы тысячи лет плавали от энергии ветра, то есть передвигались, соответственно, мы возвращаемся опять к использованию естественной энергии ветра и солнца. Мы сегодня, друзья, еще начинаем именно заниматься спортом, потому что древний человек на ранних стадиях, он имел, почему бы не было столько болезней, сколько сейчас, потому что был чистый воздух, чистая вода, чистые продукты, и люди занимались спортом, то есть они не в том плане бегали, прыгали без надобности, они постоянно получали физическую нагрузку. И благодаря этому было совсем другое здоровье, соответственно, человека. Сегодня технология SkyWay, экогенная технология, позволяет вернуться к тому, что мы постоянно будем получать физическую нагрузку, это будет потребность, соответственно, и необходимость, потому что вы можете не крутить, но тогда за это надо будет платить деньги, вы будете очень намного дороже ездить. Вот, соответственно, и второй момент, это еще и потребность с точки зрения именно человеческих наших возможностей вырабатывать электроэнергию. А так как сегодня еще ряд технологий дают уже возможность перемещаясь, и так как будет очень мощный интернет и очень мощные компьютеры, то есть оптиковолокно внутри рельс, оно сразу позволяет говорить о нанофотонике, то есть о передаче огромного количества информации, о очень мощных, соответственно, фотонных компьютерах. Вот, и наш Unibike будет на сегодняшний момент с суперкомпьютером, а это значит другая форма общения, другая форма звука, другая форма изображения, работа в интернете, то есть в сети, это значит можно будет и обучаться, и лечиться, и, соответственно, общаться, и все это перемещаясь в Unibike. И, соответственно, как сегодня в смартфон, мы только на 5% используем для того, чтобы уже по нему звонить, а остальное время он используется уже именно как интернет-устройство, которое подключено и выполняет сегодня всевозможнейшие функции, то есть начиная уже, я уж не говорю с Skype общения, то есть сегодня уже это и навигатор, сегодня вот я только на прошлой неделе поставил и антирадар, то есть он еще и предупреждает и показывает, и сегодня колоссовые поисковики, которые там сегодня стоят. В общем, сегодня смартфон – это устройство, без которого каждый из нас уже не может жить. Вот, это благодаря тем приложениям, которые есть. А звоним мы на него по статистике уже меньше 5%. Вот точно так же, друзья, Юнибайк. На нем можно будет перемещаться в Париж из своей квартиры, не снимая своих тапочек, соответственно, со скоростью сначала 500 км в час, а со временем и 1250 км в час. Соответственно, точно так же и Юнибайк у нас становится тем устройством, которое перемещение, это становится одной из функций, и очень быстро придет к тому, что перемещение или транспортная услуга – это еще будет его и не основная функция. Ну вот, друзья, давайте вот на этом я и прокомментировал научную статью, которая в ближайшее время выйдет, «Стратегия транспорта 21 век». Это научный журнал Минтранса, мы там делаем очень большую, серьезную научную статью. Соответственно, это те научные сегодня конференции, в которых мы участвуем, это то, с чем мы сегодня выходим, и мы говорим, что мы являемся именно последователями и участниками научной школы транспортной Skyway, которую именно разработал и сделал инженер Юницкий. И, соответственно, это аргументация для тех, кто сегодня говорит, о чем вы отличаетесь от сегодня поезда на магнитном подвесе или, соответственно, монобалки. Ну вот, друзья, наверное, вот этим мы и отличаемся. Если мало, то со временем мы будем давать еще ряд аргументов, которые будут еще все больше и больше аргументировать, а как обратным счетом, друзья, это капитализация интеллектуальной собственности, это создание бизнес-среды, и это то, что нам позволяет утверждать, что обязательства, которые выдает компания Skyway, то, что сегодня обеспечено интеллектуальной собственностью, это очень серьезные обязательства, это очень серьезные ценные бумаги, и поэтому мы абсолютно уверены, что их ожидает очень серьезная капитализация. Алексей, тебе слово. У него, как всегда, очень интересный свой взгляд на все, что происходит, и я все больше и больше с интересом смотрю то, что говорит Алексей. Благодарю, благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, кто только присоединился к нашему проекту, именно на этот вебинар. Да, вот тут отметили в чате, что никто не ушел. Но, дорогие друзья, когда такие темы затрагиваются, невозможно вообще уйти, потому что это наше будущее, дорогие друзья, и действительно это интересует каждого, даже кого не интересует технология, но когда показываешь именно глобальный взгляд на вещи, то есть именно такую масштабную картину представляют спикеры, то стоит послушать, и многие заинтересовываются. А я, дорогие друзья, хотел бы провести такую параллель с теми трендами, которые на сегодняшний день развиваются, то есть кто в курсе о стартапе Faraday Future, это электромобиль, который финансирует миллиардер, Лео Эко, китайская компания. И даже вот в недавнем времени появилась информация, что эта компания испытывает трудности. То есть многие компании, отличные маркетологи, как Илон Маск, как Тесла и так далее, тому подобное, то, что планируют полететь на Марс, планируют грузы перемещать на Марс, но это все маркетинг, дорогие друзья, и это все создание идеи, создание оболочки продукта, который может и не существовать. Отличие основное нашей компании, это то, что у нас не просто мощная идея, подпитанная различными концепциями на основе инженерной, технической, высшей школы Skyway имени Анатолия Эдуардовича Юницкого, но и подкрепленной реальной технологии. Так вот, Faraday Future, и вспомним наш Unibike, то есть мы сейчас, почему много так говорим о Unibike, только по причине того, то, что эта технология уже продемонстрирована. И мы уже можем говорить, что ходовые испытания начались, и, соответственно, далее уже будет только совершенствование этого транспортного модуля. Как мы говорили, в конце февраля, в начале марта будет продемонстрирована уже технология городского пассажирского транспорта. И если мы, как практикующие патурологи Сергеем Анатольевичем, позиционируем Unibike как Mobile Personal Space, то есть мобильное личное пространство, персональное пространство, то уже, соответственно, Unibus, это будет Mobile Public Space, то есть мобильное общественное пространство. И общественное пространство на сегодняшний день не представляет такого максимального комфорта перемещения. И мы это видим повседневно, каждый день. Это, соответственно, маршрутки, это и карусы, это трамваи и так далее, и тому подобное. Естественно, в странах Азии более-таки прорывные современные оформления транспорта в Германии, Симонс и так далее. Но это все же, дорогие дамы и господа, это мобильность 4.0. Это не мобильность 5.0. И на сегодняшний день ни одна корпорация не может заявить, что она развивается в области мобильности 5.0. Мы можем. Так вот, Faraday Future. И я приведу вам статью, чтобы вы потом почитали. И я рекомендую вообще вот те, кто развивает активно проект, следите за новинками, смотрите и анализируйте и накладывайте все эти темы на развитие проекта Skyway. Потому что лично я много вижу моментов, которые можно интерпретировать на Skyway. Это будет дополнительная доказательная база. И в этом мы также расширенно уже, так говорим, на европейских конференциях. Это формирует видение, видение технологии, насколько мощной будет капитализация. От этого складывается, соответственно, правильное мышление и правильный взгляд на развитие проекта. Faraday Future говорили о том, что они планируют сделать интерфейс и вообще внутреннее убранство, так скажем, электромобиля абсолютно диджитализированным. То есть это мы помним, мобильность 4.0, то есть диджитализированный, оцифрованный транспортный коридор. И также вот сейчас уже, как футурологи правильно идут и как маркетологи правильно подают идею специалисты Faraday Future, но на первом уровне. И честно скажу, что мы говорили об этом на самом деле раньше, потому что это появилась концепция именно оформления Unibike, то, что будет представлен дисплей, то, что мы увидели на инотрансе. Об этом начал разговор Анатолий Эдуардович еще даже после сразу закладки концепции Unibike. И это не просто с бухты-барахты, так скажем, закладка концепции. Это взятие из множества идей той идеи, которая рыночно будет дополнительно капитализировать наш глобальный проект Skyway. Это начальная, первая веха, первая ступень технологии Skyway. И всю поэтапность мы предполагаем, чего не предполагают, допустим, наши коллеги по транспорту будущего, ближайшего, это Hyperloop. Они сразу хотят построить высокоскоростной, гиперскоростной поезд в вакуумной трубе и не подразумевают технические риски, не подразумевают, что нужно испытать технологию на предыдущих, соответственно, в начале ступенях. Это просто скоростной транспорт и тому подобное. И мы же имеем четкую стратегию развития, поэтому видим дальнейшую дорожную карту стратегического развития проекта. Еще что говорили специалисты Faraday Future, в статье вы прочитаете, что каждый человек будет, независимо от того, общественный транспорт или обычный транспорт, персональный, перемещаться в комфортном сидении. Я думаю, что все прекрасно помнят, какое сидение было представлено непосредственно на транс, то есть юнибайк, это сидение спорткара. И если только сейчас закладывают под углом и так далее, мы это сделали уже в реальности. Я даже не исключаю того факта, что производители электромобилей где-то считывают, смотрят информацию, не утверждаем, что смотрят вебинары, конечно, но информация у нас дается абсолютно открыто. Но самое главное, то что ваше персональное пространство, ваш электрокар будет вам представлять абсолютно вам не то, что знакомое пространство, все ваши желания, все ваши потребности, все ваши предпочтения будут учитываться внутри салона юнибайка. То есть сели вы и включится ваша любимая музыка. Это сейчас можно увидеть только в концептах каких-то будущего, электрокаров там и так далее. И захотели вы посмотреть фильм, юнибайк превратился в кинотеатр. Но если на обычном первом уровне мы всегда будем задумываться о безопасности движения, вообще, допустим, в США тратят 871 миллиард долларов в год на ликвидацию вообще последствий аварии, после дорожно-транспортных происшествий. То есть это фактически почти капитализация компании Apple. Это колоссальная сумма. И, естественно, нынешний президент Трамп, я думаю, когда дойдет информация до него о проекте Skyway, он также заинтересуется. И мы так шутим между собой, что почему бы Дональду Трампу не построить то, что он между США и Мексикой хочет, в Мексике хочет выстроить стену. И почему бы это не возвести как струнно-интеллектуальное ограждение. Но, естественно, в каждой шутке есть доля правды. И даже такой проект может быть реальным. Но что Дональд Трамп в будущем обязательно оценит и начнется и на территории США развитие. Я искренне надеюсь, что на территории России начнется быстрее развитие проекта Skyway. То, что действительно мы можем перенести все фуры и так далее на второй уровень, что мы избавим города от проблем пробок, что мы обеспечим новой энергетикой и города, и саму транспортную инфраструктуру. И, если говорить про Азию, мы избавим также от мототакси, от мотобайков. И если кому-то кажется, что это незначительная проблема, то в Китае зарегистрировано больше 250 миллионов мотоциклов. И это количество неустанно растет. Но Китай не испытывает таких проблем и трудностей, как, допустим, Индия. В Индии сплошь и рядом транспортные проблемы. И поэтому, как сказал Виктор Игоревич Бабурин, что Индия представляет для нас собой один огромный адресный проект. И десятки контрактов будут, со слов Анатолия Эдуардовича, подписаны в различных странах уже в этом году. Но что меня поразило, дорогие друзья, и я, естественно, это наложил на нашу концепцию, если мы говорили про Теслу, и есть сравнение, и один из показателей, критериев, это скорость зарядки электромобиля, его дальность поездки и выдерживание этого заряда, то буквально недавно компания Samsung, это южнокорейский гигант, представила технологию, что с помощью литий-ионных батарей для электромобилей на запас кода 600 километров сможет электромобиль заряжаться, внимание, за 20 минут. И, что удивительно, многие наши смартфоны, вот, допустим, вот этот смартфон Samsung, достаточно как бы современный, он заряжается дольше, и если мы будем позиционировать, соответственно, зарядку Unibike, зарядку Unibus, который сможет подзаряжаться от самой путевой структуры, и не нужно будет устанавливать, кстати, вот дополнительные дорогостоящие инфраструктуры, целые законопроекты, то, что на внедрение электромобилей сейчас нужно будет устанавливать везде заправки, где подзаправляться сможет электромобиль электричеством. И когда вот за 20 минут может заряжаться электромобиль, то есть фактически это складывается в концепцию, что Unibike сможет, во-первых, как бы с помощью мускульной тяги и запитывания аккумулятора с помощью каких-то физических усилий выдерживать дальность пути 100 километров и вырабатывать полтора киловатта, это совершенно обычное будет явление для Unibike, то вот на таких аккумуляторах еще больше будут естественно расширены возможности. Но что-то мне подсказывает, что как всегда головная компания разработает свой эффективный аккумулятор, но что ни одну индустрию и Samsung тоже вот гигафабрику, как и Tesla собирается строить, кстати, на территории, если не ошибаюсь, в Венгрии, они собираются построить гигафабрику, на 50 тысяч электромобилей в год элементы питания будут предоставляться, и, соответственно, всем понадобится литий, но запасы литий находятся рассредоточены в мире, в труднодоступных на сегодняшний день местах, и литий может закончиться, то есть вот эта вся распиаренная индустрия электромобилей, первый уровень, она может так же склопнуться, как и может склопнуться и проект Faraday Future, то есть мы не будем останавливаться, что есть кризис управления, что есть некая пирамидальность даже в привлечении инвестиций, это отмечают крупные издания, то, что подписка была на электромобиле, из 60 тысяч предзаказов оплатили всего лишь 60 по 5 тысяч долларов, это, соответственно, их дела, но что мы позиционируем, то, что невозможно решить все проблемы транспортной индустрии на сегодняшний день, невозможно предоставить действительно высокоэффективное, мобильное, персональное пространство, чтобы человек не отвлекался на дорожную обстановку, чтобы человек не задумывался о том, что, допустим, автопилот, интеллектуальная система электромобиля может выбирать между перебегающим дорогу ребенком, либо отправить водителя в кювет, и причем разработчики Mercedes сказали о том, что система будет сбивать ребенка, либо переходящего пассажира, пешехода через дорогу, потому что в первую очередь тут безопасность самого пассажира. И, соответственно, хотел бы привести такой пример даже на примере выработки мускульной энергии юнибайком на примере Нигерии. То есть, это та страна, которая испытывает погромные сложности с энергетикой, и это та страна, такой вот негативный рекордсмен, отрицательный рекордсмен по использованию электроэнергии в год. То есть, это 165 киловатт в час в год на человека. И только с помощью юнибайка человек сможет обеспечить вот этот потенциал. естественно, это будут в десятки раз как минимум больше потенциал. Это даже просто элементарно, если человек покрутит педали раз в несколько дней. И, соответственно, столпы экономики на сегодняшний день, они строятся вокруг некоторых вещей. То есть, это транспорт в первую очередь, это телекоммуникации, это электроснабжение и это водоснабжение. Соответственно, все эти основы включает технология Skyway. И как только мы будем предлагать остальным государствам, которые пока что не в курсе технологии Skyway на инотрансе, уже вот такие вот потенциальные прорывные экономики узнали о технологии. то есть, это Филиппины, Индия, благо, что подключилась и с 5-6 места, они могут скакнуть уже на 2-3 место в разряде мировых экономик. И каждая страна будет использовать этот потенциал, потому что это будет увеличивать их ВВП. Ну, генерация ВВП всех этих мировых экономик будет увеличивать нашу капитализацию, потому что, естественно, будут конкуренты, естественно, будут китайцы, которые будут копировать нашу технологию и будут какие-то клоны Skyway. Но, что самое главное, вот на примере Faraday Future они представили на международной автомобильной выставке в первый раз вообще полумакет, полумуляж во второй раз и причем 1400 человек работает в компании Faraday Future. У нас же работает чуть более 200 человек, то есть это включая и инженерно-конструкторское бюро и производственный цикл создания юнибайков, создания путевой структуры и так далее. И таким вот потенциалом мы решаем проблемы и задачи корпорации мирового масштаба. То есть потенциалом фактически в 7 раз меньше, чем создаются современные электромобили. Интересно также посмотреть статистику, сколько работает в компании Tesla на сегодняшний день. И у нас нет кризиса управления, у нас все задачи расставлены на ближайшие не даже 5-10 лет, а все 25-30 лет вперед. выбрана самое главное верная схема финансирования. То есть это краудинвестинг, это народное финансирование. И тут уже подытоживая, я на конференциях стал приводить такой пример, первый раз в Словакии привел пример, и провести параллель между схемой развития нашей компании, это то, что Южная Корея в 2009 погрязла в оковах экономического кризиса и была вынуждена взять соответственно в долг у США значительную сумму, то есть это более 500 миллиардов долларов. И потом под великой именно идеей выплаты этого долга как можно быстрее люди стали обычные люди с Южной Кореи с мира по нитке со страны по нитке в данном случае собирать деньги на погашение этого долга. Это началось буквально там сотни условных единиц Южной Кореи и так далее и тому подобное. Потом набралась определенная сумма и подключились уже крупные корпорации это Samsung и Hyundai и они закрыли этот внешний долг. Так вот дорогие друзья, что-то мне подсказывает с учетом того, что мы создаем не просто обычный транспорт, а транспортный гаджет, все транспортные решения, решения любой комплексной задачи, которая сейчас стоит перед любой страной, либо любым предприятием, либо любым инвестором. Схема финансирования была выбрана Анатолием Эдуардовичем абсолютно верно и вот те аналоги Hyundai и Samsung они не то, что маячат, мы с ними общаемся и в 2017 году я думаю, что мы увидим инвестиции от одного человека далеко более чем 330 тысяч долларов рекорд на сегодняшний день инвестиции, это будут миллионы долларов, это будут десятки миллионов долларов, потому что в июне будет преодолена очень серьезная веха нашего проекта, когда произойдет сертификация, это июнь-июль и соответственно будет представлен уже мировой общественности грузовой транспорт, а это если говорить про пример Боливии, это уже миллиарды долларов, доходность, окупаемость менее чем за год, это серьезный такой ответ, серьезный аргумент на главный вопрос, который нам задают и мы сами его всегда держим в голове, а вообще когда мы будем получать прибыль, откуда будут дивиденды, дорогие друзья, вот от сети адресных проектов, которые уже контракты не то что готовятся, а подписываются, пока что меморандумы о сотрудничестве и во многих странах уже начаты проекты ПЭТ, Австралия, Индия, я думаю, что обгонят Австралию, вот это самый главный ответ на этот животрепещущий вопрос, но о схеме, которую мы с Сергеем Анатольевичем придумали и соответственно обсудили с остальными членами правления, доработали именно как синергия команды, опцион такое рабочее название, расскажет Сергей Анатольевич, поверьте мне, это даже намного лучше, чем 100 подарочных условных единиц обязательств, которые раньше были, это время закончилось, никто сейчас в подарок ничего не получает, этот опцион закончился, потому что, извините меня, мы находимся уже на более чем восьмом этапе. Сергей Анатольевич, вам слово. Надеюсь, дорогие друзья, что вам было интересно и приглашайте максимум на наш вводный вебинар, потому что здесь мы стараемся давать максимальную информацию и переходим на такой расширенный взгляд о технологии Skyway и о будущем, которое нас всех ожидает. Сергей Анатольевич, вам спасибо. Я тут параллельно пока было время отвечать, отвечал в чат на вопросы и в перископе. Тут, я не знаю, или тролли сегодня спят по поводу дня студента Татьяны дня, либо Андрей у нас очень активно работает и не пускает их сегодня. Сегодня что-то как-то спокойно, что-то чувствуешь даже, что чего-то не хватает, понимаете. Поэтому да, Алексей затронул такую тему очень интересную. Мы, когда были в высоких Татрах, то есть проводили соответственно большую такую европейскую конференцию и таким директорским составом сидя после трудового дня возле камина обсуждали ряд тем. Я поделился такой мыслью, общался с очень богатыми людьми, которые после презентации загорелись, им интересно, они говорят, ну вот слушай, я хорошо, я готов инвестировать ну там словно 10 тысяч долларов, вот что за эти 10 тысяч долларов я вот сейчас куплю, то есть вот что такое, начинаю говорить, вот ты сегодня купишь пакет, начинаешь показывать еще что-то, он говорит, слушай, ну вот мне не понятно, ну что такое, ну вы мне говорите каких-то там обязательств или там каких-то своих акций, которые там нигде сегодня не котируются, вот, то есть что это такое и родилась очень интересно вот и соответственно вот как человеку объяснить, особенно который там и с деньгами, и с бизнесом, то есть это было с очень серьезным бизнесменом из Словакии, то есть как объяснить и родилась такая мысль, что вот я ему говорю, что ну давай я вот тебя прямо сейчас зарегистрирую в кабинете, ты откроешь личный кабинет и допустим сделаешь заявку, что я хочу купить ну там допустим 10 миллионов акций, будет таблица сколько это сегодня стоит и грубо говоря ты инвестируешь там какую-то сумму ну как это 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов и у тебя на опционном счету это так и называется опцион сразу записывается определенное количество акций, вот, это ты выбираешь дальше, если ты решаешь его оплатить, ты оплачиваешь, он переходит тебе сразу в реестр и ты становишься обладателем если какое-то время проходит и ты так и не принял решение то этот опцион просто закрывается и у тебя была возможность оплатить но ты его не оплатил закрываться опцион будет ну там на протяжении там ну допустим там нескольких месяцев вот если в течение нескольких месяцев все-таки принял решение оплатить то оплачиваешь значит они переходят но уже по текущему дисконту если не оплачиваешь то соответственно видишь и когда мы стали это обсуждать то есть для человека это стало действительно очень интересно когда он говорит да я вот прямо сейчас регистрируюсь то есть ему приходит смс ссылка и он сразу открывает личный кабинет и дальше у него там задается вопрос какое количество вы бы хотели выбрать опционом акций ну сегодня мы предлагаем там будет предлагаться 500 тысяч миллион потом 3 5 10 30 50 и 100 соответственно человек выбирает зависит из своих возможностей сколько он бы хотел не то что зарезервировать а опционом выбрать акции а дальше для себя принимает решение изучает информацию принимает решение если он оплачивает опцион даже небольшой какой-то суммы первой условия для того чтобы этот опцион подтверждался то за ним закрепляется ну грубо говоря заплатил 1000 долларов по сегодняшнему дисконту там за ним закрепилось там не знаю там 100 тысяч акций вот а по сегодняшнему или там сколько текущий дисконт сегодня соответственно инвестицию в 500 долларов соответственно если человек принимает полностью проплатить опцион то он эти акции переводит уже в свою собственность и они вносятся в реестр именно под его именем и это стало работать мы это предполагали сделать для ну и как для крупных бизнесменов которые хотят разово проплатить крупные суммы и сразу опционом плюс премию какую-то потому что за такую за такую инвестицию компания сразу еще и предлагает определенную премию процент от инвестиций но по мере того как мы стали обсуждать это стало очень интересная тема очень интересное движение таким образом и таким образом я фактически вам сейчас анонсирую тему с опционами то есть в том плане что это очень хороший инструмент для работы вот с партнером которым вы ведете что вы проговорили вы рассказали об инвестициях а следующий вопрос что вы можете сейчас стать опционным обладателем акций на там определенное количество и наша работа то есть весь вопрос а что мы делаем друзья мы работаем над тем чтобы те акции которые сегодня записаны опционом и потом переходят вам с какой-то венчурной премии чтобы они первое начали котироваться начали обращаться и это работа уже друзья этого года следующий вопрос чтобы они свободно ходили в обращение и третий вопрос чтобы они постоянно росли в котировке это вот задача которую наша команда берет на себя решить за этот и следующий чтобы вы по мере развития сети адресных проектов которые будут привлекать инвестиции уже генерить прибыль соответственно чтобы уже на те пакеты которые сформируются чтобы на них уже оплатились соответственно премии в зависимости ну или доходы в зависимости от той прибыльности проектов которые к тому времени будут формироваться параллельно мы еще сейчас работаем над созданием уже инвестиционного фонда чтобы те пакеты которые есть можно было инвестировать в адресные проекты чтобы они еще дополнительно приносили прибыль поэтому следите за нашими новостями, следите за теми пакетами, за обучением, которые сейчас есть в личном кабинете. Поэтому на наш взгляд, друзья, это очень интересный инструмент, который сегодня для того, чтобы дальше работать с партнерами, особенно с теми партнерами, которые понимают в бизнесе и которые готовы инвестировать в высокорисковый венчурный бизнес. Я еще раз скажу, что проект Skyway это венчурный проект, он ни в коем случае даже с демонстрацией технологии, он не перестал быть высокорисковым венчурным бизнесом, но это как раз, друзья, и очень серьезный аргумент за, особенно мы работаем с европейскими инвесторами, которые понимают, что только венчурные научные проекты могут давать в будущем высокую прибыль. На сегодняшний момент высокую прибыль могут обещать всевозможные пирамиды, всевозможные хайпы, говорят, что сегодня инвестируй 100 долларов и будешь каждую неделю получать в определенном час, в определенную минуту, определенные проценты, там соизмеримые 30-40 процентов в месяц, так сказать, это, друзья, я это даже серьезно не рассматриваю. Когда нас спрашивают, когда ваши пакеты будут приносить прибыль, когда будут дивиденды, это, друзья, на этот вопрос не может ответить никто. Я не пророк, я не Кассандра, который может сказать, что будет так и так. Мы, друзья, работаем, мы топ-менеджеры проекта, и мы работаем сегодня в создании венчурной схемы привлечения инвестиций и в разработке научно-технологического инновационного проекта. И здесь, друзья, мы все сегодня находимся в одной лодке, мы создаем технологию, и единственное, что я могу уже как эксперт и человек, который работает в проекте не первый десяток лет, что интерес и капитализация этого проекта будет очень высокая, значительная. Насколько? Только покажет время. Сможем ли мы преодолеть или покрыть рекорд, который сделал Apple или, допустим, там, Facebook? Друзья, покажет время. Но все предпосылки для того, чтобы с инженерной точки зрения быть лидером, с технической точки зрения для того, чтобы реализовывать уже проекты, и именно с инженерной точки зрения новаций, которую Юницкий разрабатывает, инженер Юницкий, инженерная школа Юницкого разрабатывает не один уже десяток лет. Друзья, у нас все предпосылки для этого есть. И только в наших совместных силах это все реализовать. Что мы, друзья, как раз с вами и делаем. И я считаю, что на сегодняшний момент нам есть, что показывать, нам есть за что гордиться, и нам есть с чем смотреть в будущее с очень серьезным оптимизмом. И второй вопрос, что сегодня уже идут предложения каждый день, друзья, я абсолютно не лукавлю и абсолютно честно вам говорю, мне на почту, на скайп, Алексею, Виктору Бабурину, Юницкому, каждый день приходят предложения по тому или иному адресному проекту, по тем или иным подключениям партнеров. Этот, друзья, процесс сегодня активно набирающий обороты. И я могу сказать, что в июне месяце, когда мы проведем наш очередной экофестиваль, именно по демонстрации технологии, то после этого этот процесс еще многократно ускорится. При этом переговоры с крупными заказчиками, инвесторами идут постоянно. Я вам уже говорил, что мы практически каждую неделю летаем и бываем в экопарке, в экотехнопарке. Практически каждый день Виктор Бабурин и Анатолий Доваршин ведут переговоры с потенциальными заказчиками, инвесторами. То есть этот процесс, друзья, идет постоянный, а наша задача, чтобы это все подкреплялось именно демонстрацией. Ну что, друзья, наверное, мы каждую неделю по репортажам видим. И здесь я могу сказать, что все идет темпами, которые даже год назад я не мог предположить. Потому что сегодня идет четыре одновременно строительства демонстрационных участков, идут испытания различных вариантов и подвижного состава и путевой структуры. И это, друзья, идет все одновременно, плюс подготовка еще своего довольно-таки мощного производства. Это, друзья, я считаю, несколько темпы, которые опережают даже то, что мы с вами предполагали назад. Ну вот, друзья, давайте, я считаю, мы с вами очень сегодня хорошо отработали день. У нас такая уже есть присказка с Алексеем, с таким кругом, что сегодня день для Скайвея прожит не зря. Мы с вами очень, я считаю, обсудили то, что есть. Возникает, соответственно, желание и возможность работать дальше. Поэтому, друзья, давайте до новых встреч, до следующей среды. Вот, следующая среда, скорее всего, у нас пройдет в штатном режиме с Алексеем. Вот, то есть мы работаем, то есть у меня огромное количество скопилось сейчас встреч здесь в Москве, Алексеев Челябинский. Вот, а на следующей неделе в конце мы уже выезжаем в Минск, куда приезжает уже несколько делегаций из разных стран. И следующие выходные уже будем в Минске отрабатывать с очередными, скажем так, желающими или интересантами, кто хочет войти в проект. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Давайте строй Скайвей, спасай планету. Как еще Михаил говорит, следите за новостями, подписывайтесь на наши ресурсы, и вы всегда будете в курсе новых, прорывных словом, перегр liegen в сумке. проблемы, сбывая к染ера, и стала огородцем, но это переодка, иgue. С repres曝. Дружки, следите за новостями. Значит,pret environment, hereней это Jasoncrates, и скорее всего Assad